Никаких рубашек, блузок, галстуков и строгих костюмов. Первокурсники ПГУ встречают День знаний в футболках с названиями своих факультетов. В этом юбилейном для ВУЗа году абитуриентами стали более 4000 человек из 35 регионов страны. 80 лет, как существует в Пензе, университет, Пензенский государственный университет. У него историческая линейка очень богатая. Начинался он как индустриальный, потом политехнический, потом технический. И сейчас классический ВУЗ. За всю убытность своего существования в университете было подготовлено свыше 170 тысяч специалистов высшей квалификации различного профиля. Торжественная часть на арене темпа начинается с вручения ключа знаний первокурсникам. Хаджиха Жмуратов приехал в Пензу из Чеченской республики. Говорит, поступить в ПГУ его подтолкнули отзывы друзей и знакомых. Каждый отмечал, что в ВУЗе лучшие педагоги. Житель Грозного выбрал лечебный факультет мединститута. Всегда хотел помогать людям, лечить их каким-либо образом. И, как по мне, хирургия – это мой конек. Со сцены к студентам обратился губернатор Олег Мельниченко. Он поздравил первокурсников с началом интересного пути и отметил, что Пензе и в целом России нужны высококвалифицированные специалисты. Ими они, несомненно, станут, если будут хорошо учиться. Президент поставил задачу вывести экономику на новые рубежи. И совершенно понятно, что эту задачу решить без нормально, хорошо работающей прогрессивной системы образования у нас не получится. Поскольку образование есть основа любой экономики. Я хочу сказать, что в настоящее время у нас наступает время физиков. Нам необходимы компьютеры, автомобили, станки, механизмы. Это уже первокурсники Аграрного университета делают круг почета по местному стадиону. На очную форму в ВУЗ поступили 750 человек, которые также станут получать знания по востребованным в стране специальностям.